В эфире программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! Мои коллеги готовы поделиться с вами новостями этого дня. Вот некоторые темы выпуска. Лучшая больница России в городской роще началось строительство БСМП. Несколько лет ожидания обманутые дольщики вышли на улицы с требованием вернуть деньги. Сотни тысяч рублей штрафов. Сколько стоит парковка на газонах и тротуарах? В городской роще заложили фундамент лучшей больницы в России. Именно так оценивают на настоящий момент специалисты перспективы проекта, реализация которого началась в нынешнем году. Новая больница скорой медицинской помощи вырастет по информации строителей к 2019 году. На стройке побывал сегодня временно исполняющий обязанности губернатор Рязанской области Николай Любимов. Как он оценил масштабы проекта, расскажет Марина Комиссарова. Здесь когда-то располагалось трамвайное депо. Трамвай, как вид транспорта, в городе устранили и депо осталось заброшенным. Здание в аварийном состоянии решили демонтировать, а освободившееся пространство использовать в благих целях. Теперь здесь разворачивается стройка. В скором будущем на этой площади возвысится семиэтажное здание БСМП. Также позволит оптимизировать систему гинекологии с учетом восьмой больницы, гастроэнтерологии с учетом четвертой больницы. Ну и так сказать, максимально сконцентрировать экстренную помощь в одном учреждении, в одних руках, где находится и кафедра, уважаемый Сергей Васильевич, профессор, завкафедра, и научный потенциал значительный, и оснащение современнейшим диагностическим оборудованием, позволит максимально приблизить и качественно оказать медицинскую помощь. В центре города точно не нужно строить такие объекты, однозначно, потому что они предполагают определенные неудобства для жителей, которые вокруг живут. Здесь все-таки место достаточно удалено от жилых домов, близко к М5 дороге, то есть это позволит обеспечивать прием пострадавших в ДТП, там их, к сожалению, достаточно много. И кроме того, для подвоза больных, в принципе, интервал движения для скорой помощи, он будет соблюдаться. Общая сметная стоимость строительства нового стационара с затратами на оборудование составит почти 4,5 миллиарда рублей. Такой масштаб требует вложений и областного, и федерального бюджетов. Стройка идет в графике, работа выполняется своевременно. Главное сейчас это не снижать темпов, а для нас главное это обеспечить финансирование. Конечно, это самая важная и сложная задача. Строители-то, я думаю, справятся, и медики тоже потом с оборудованием справятся. Коллектив хороший, он уже существует. Еще раз повторюсь, что главное, чтобы нам удавалось обеспечивать своевременное финансирование. Для этого, конечно, необходима федеральная помощь. Однозначно мы сами такую махину не потянем. 4 с лишним миллиарда рублей. Но поскольку это действительно очень важно для города, для области БСМП, крайне важная больница, очень технологичная, она может быть, наверное, одной из самых лучших в России после завершения строительства. Для нас это дело чести. И не только чести, это дело, которое мы должны завершить удачно, успешно. В настоящее время БСМП расположено в приспособленных зданиях бывшего общежития. И ни для кого не секрет, что состояние их плачевно, а сами помещения не соответствуют строительным и санитарным нормативным требованиям. Как показали многочисленные экспертизы, здания капитальному ремонту и реконструкции не подлежат. Поэтому логичен ответ на вопрос, что будет в старых помещениях после того, как начнет функционировать новая больница. Предварительно, поскольку здание оценивается как аварийное, скорее всего, необходимо будет его демонтировать. Для того, чтобы не создавать проблем в будущем в центре города, самим себе демонтировать, оставить это общественным пространством. Ну, я думаю, мы посоветуемся с горожанами по поводу дальнейшей судьбы этого пространства, уже когда мы его демонтируем, здание само. И, ну, однозначно, что-то удобное для города, для горожан, прежде всего, на этом месте сделаем. В структуре главного корпуса БСМП на семи этажах общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров планируется размещение четырех многопрофильных операционных отделений. Клиника диагностической лаборатории, отделение эндоскопии, травматологии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, терапии, физиотерапии, рентгенологии. В комплексе предусмотрено также строительство трехэтажного паталога анатомического корпуса и бюро судебно-медицинской экспертизы, которое сейчас находится в арендованных зданиях. Перевод бюро в новый корпус позволит экономить порядка двух миллионов бюджетных средств в год. Поэтому это настоящее слияние здравоохранения и образования. Это настоящий комплекс, это сильная многопрофильная больница, которая реально будет оказывать помощь, высокотехнологичную помощь экстренную, поскольку сейчас экстренная помощь существенно стала другой. Это не то, что раньше было. Сейчас она требует высоких технологий и высоких грамотных специалистов. Мы это сможем обеспечить на базе этого комплекса. Я думаю, что это существенно поможет решить проблему смертности и качество оказания медицинской помощи. Это будет очень сильная многопрофильная больница. Из больниц, пожалуй, лучшие в России будут. Согласно планам, строительство завершится к 30 сентября 2019 года. 17 мая полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов и временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов обсудили ход исполнения майских указов президента в Рязанской области. По словам Николая Любимова, ключевым направлением является развитие экономики. В первую очередь за счет привлечения инвестиций. В ходе встречи с полномочным представителем президента в Рио губернатора Николай Любимов подчеркнул, что в регионе эффективно развивается сельское хозяйство. В числе первоочередных задач этого направления – создание на территории региона системы глубокой переработки зерна, масличных культур, сахарной свеклы, молочной и мясной продукции, а также вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее необрабатываемых земель. Также одной из главных задач остается сохранение положительной динамики демографии, в том числе за счет повышения качества и доступности медицинской помощи. В поликлиниках региона будет внедряться новая система, разработанная Росатомом, которая позволяет развести потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и, наоборот, увеличить время, которое врач может уделить пациенту. В ходе встречи произошло и об аварийном жилье. Глава региона отметил, что в Рязанской области с 2013 года на переселение из аварийного фонда направлено свыше 3 миллиардов рублей, расселено 6,5 тысяч человек. Рязанская область досрочно в полном объеме выполнила программу, заняв третье место среди субъектов Российской Федерации. В свою очередь полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов отметил, что в зоне особого внимания региона по-прежнему должен находиться вопрос о повышении заработной платы сотрудникам бюджетной сферы. Покупка собственного жилья – процесс довольно сложный, а иногда и длительный, особенно если речь идет о долевом строительстве. Однако герои нашего следующего сюжета даже не подозревали, что все настолько затянется. Сегодня несколько десятков обманутых дольщиков организовали митинг рядом с недостроенным домом, сдачи которого они ожидают уже 7 лет. Почти каждое утро эти люди проезжают мимо своих квартир. Некоторые даже останавливаются и смотрят на свое жилье через забор. Но когда в дом начнут заселяться первые жильцы – неизвестно. Сегодня они вновь собрались с плакатами возле забора. На территорию их не пускают. Этот митинг проходит уже не в первый раз, но эффекта от этого по-прежнему нет. Недовольство жильцов понятно. Дом этот был заложен еще в 2010 году. Срок сдачи по договорам изначально стоял в 2014, а потом поменялся на 2015 год. Дом до сих пор недостроен. На информационной табличке сказано «Количество квартир – 241». На информационной табличке сказано «Количество квартир – 241». Начало – четвертый квартал 2011 года. Окончание переносили несколько раз. Сейчас здесь написано третий квартал 2016 года, а под табличкой и вовсе скрывается пятнадцатый. Некоторые до сих пор выплачивают кредиты за квартиры, а кто-то внес в сумму покупки и материнский капитал. Но жить им теперь негде. Мы все здесь обманутые дольщики. Мы официально состоим в реестре обманутых дольщиков. То есть нас кто-то обманул. А кто нас обманул? Это должно показать уголовное дело. А уголовного дела нет и не будет. Здесь также присутствовал и один из подрядчиков. Он тоже купил квартиру в этом доме. Так что застройщик должен ему не только жалплощадь, но и деньги за работу. Сам застройщик, компания «Лидер», взяли кредит на строительство и банку его не вернули. Сейчас фирма стоит на грани банкротства. Дольщики обращались в несколько инстанций, но ответы всегда похожие. На последнем совещании в Минстрое Рязанской области с участием инициативной группы застройщик сообщил об отказе от ранее принятого решения по реализации нового имущества на финансирование проекта в связи с большим объемом судебных решений. По этим ответам можно сказать, что застройщик отказывается от своих обязательств и оставляет дом в том состоянии, в котором он есть сейчас. А дольщикам предлагают вот что. То есть сейчас будет банкротство, непроданные квартиры отойдут банку, но мы, соответственно, получим наши квартиры и будем в рамках своих долей достраивать этот дом. То есть мало того, что мы уже деньги отдали, соответственно, по стоимости большой. Здесь квартиры стоили дорого, особенно в конце. И мы теперь все должны за свои деньги это все достраивать. Сама площадка не была огорожена должным образом. Еще недавно по ней бродили подростки. А некоторые окна в доме и вовсе разбиты. Люди не знают, как им быть и что делать. Они писали и обращались во многие инстанции, но никакой должной помощи не получали. Мы уже устали обивать пороги всех инстанций. Везде нас посылают. Поэтому последняя наша надежда. Мы сейчас обращаемся к исполняющему обязанности губернатора, к Николаю Любимову. Может быть, он нам сможет помочь. Мы будем ему благодарны. Он должен нам помочь. Пожалуйста, услышьте нас, власть, придержащие люди. Помогите нам. Просто стыдно, стыдно, когда в городе, в центре города стоит почти достроенный объект. На 90%, как нам говорят, и как мы сами знаем. И не могут решить нашу проблему. Полторы тысячи рязанцев оштрафовали за парковку на газонах и тротуарах. Общая сумма наложенных с начала года штрафов составила 280 тысяч рублей. О том, где можно и нельзя ставить свой автомобиль, а также чем это грозит владельцу, разбиралась Галина Ершова. Найти место для парковки становится все сложнее. Причем ситуация одинакова как в городском центре, так и в обычных дворах. Водители борются буквально за каждый сантиметр, даже не подозревая, что таким образом нарушают закон. С начала года к административной ответственности привлекли 275 нарушителей, которые заехали или оставили машину на газонах и клумбах. Еще почти 250 человек поймали на парковках, на тротуарах и детских площадках. Общая сумма штрафа составила 280 тысяч рублей. При этом нарушителей находят как в рамках регулярных обходов сотрудники муниципальных служб, так и по обращениям небезразличных соседей. Мы делаем фотофиксацию, вставляем акт, устанавливаем и направляем ему извещение для прибытия на оставление протокола. Минимальная сумма штрафа составляет 500 рублей, максимально 5000 рублей. У нас есть, к сожалению, в городе рецидивисты, которые паркуются несколько раз в неположенных местах. И в таком случае вот этот штраф максимальный, он будет повторяться ровно столько раз, сколько раз человек нарушает. Особенно в том случае, если есть повторное обращение граждан. Стоит отметить, что на этом санкции к нарушителям не заканчиваются. Если не погасить штраф в течение 60 дней, человека наказывают еще одним, уже в двухкратном размере, административным арестом на срок до 15 суток или 50 часами общественно полезных работ. Однако рязанцев эти цифры почему-то не останавливают. Ситуация в центре уже начала меняться. Администрация опубликовала список 20 новых платных парковок, разбросанных по всей Рязани. А вот о том, куда ставить машины во дворах, чтобы не получить штраф, должны позаботиться сами жители. Земельный участок под квартирным жилым домом не оформлен в общую долевую собственность. То они в восстановленном порядке обращаются с заявлением в администрацию, выдает им разрешение, переводит этот земельный участок, определяет границу земельного участка и он переходит в общую долевую собственность. После этого жильцы дома могут самостоятельно решить, где будет детская площадка, мусорные баки, а где парковка. Однако ответственность за соблюдение правил безопасности и жизнь газона они также будут нести сами. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Смотрите далее в выпуске. Первая встреча с дикой природой. В заповеднике Бракенбор прошел урок экологии для рязанских школьников. Погода не стала помехой. Юные экологи собрались на ежегодный слет. День музеев, как в этом году его отпразднуют в Рязани. С вами программа «День города» и мы продолжаем выпуск. 2017 год в России объявлен годом экологии. В числе прочего в стране разработаны федеральные проекты по экологическому воспитанию молодежи. Подобные примеры региональных программ уже есть. Так, например, в нашей области сейчас реализуется проект рязанской нефтеперерабатывающей компании, ориентированной на просвещение школьников. Окский природный биосферный заповедник – одно из красивейших мест области. Тихие леса-мещеры укрывают один из старейших заповедников России. 82 года исполнилось Брыкину-Бору в год экологии и в год столетия заповедных зон России. Нам приятно, что в год особо охранения природных территорий 10 из города, ну, из Рязанской области к нам приехали. Рассказывать можем часами и долго. Мы начнем сначала с нашего здания экологическому центру, кстати, который создавался при большой помощи рязанской нефтеперерабатывающей компании. Когда-то это было все здание разрушено, а сейчас, ну, в нем уже можно провести экологические уроки. Окский биосферный заповедник давно находится в тесном сотрудничестве с РНПК. Компания поддерживает охраняемую зону, насколько это возможно. Руководство заповедника озвучивает свои проблемы или задачи, а РНПК согласует и помогает финансово. Так и в этот раз приехали не с пустыми руками. Мы с глубоким уважением относимся к той деятельности, которая идет в обзор биосферный заповедник. И с большой гордостью сейчас, вручая этот человек, мы будем чувствовать себя немножко причастными к тому большому делу восстановления, охраны, сохранности всего биологического многообразия, которое есть у нас в прекрасном вещере. Если когда были пожары, мы приобретали пожарную технику. Если это возникают проблемы с браконьерами, бывают важны то снегоходы, то автомобили. Вот сейчас мы хотели бы кроме фотоловушек еще приобрести квадрокоптеры, которые очень помогают как для науки, мы снимаем редкие виды на эти фотоловушки, так и в работе с браконьерами. Урок экологического воспитания это возможность донести до юных умов, что сохранение природы задача каждого из нас. В Окском биосферном заповеднике у ребят была возможность окунуться в мир дикой природы. Для некоторых это первая встреча с редкими животными. Ботается. Они не кусаются. Это не лошади. Они как бы особо кусать. Не мурили. Ну, ботнуть можно. Не, не надо. На этот раз экологический урок прошел для ребят из Турлатовской школы. Известный биолог-натуралист Иван Назаров показал школьникам свои снимки, на которых запечатлены моменты жизни обитателей мещерских лесов. Все эти кадры сделал он сам, поэтому у всех снимков есть маленькая история о лесном жителе. Подчеркнул фотохудожник и то, что каждый из нас в ответе за сохранение дикой природы. Мир природы очень хрупкий и им, будущим поколениям, предстоит его укрепить. Во-первых, нам очень понравился этот экологический урок. Большое спасибо организаторам этого урока. И я думаю, что для детей это очень большая польза. Во-первых, год экологии, это все нам очень близко. Кроме всего, в рамках урока ребятам рассказали о работе экологической лаборатории РНПК и о мероприятиях, которые предприятие проводит в целях сохранности экологического климата. Научно-практические конференции для школьников, экскурсии в заповедные места, экологические акции РНПК в очередной раз дает установку на ведение социально-ответственного бизнеса. В год экологии все большее количество людей задумывается о проблемах окружающей среды. В их числе юные активисты, которые уже вносят свой вполне ощутимый вклад в защиту экологической ситуации региона. Сегодня все они собрались в детском эколого-биологическом центре, где прошел областной экологический слет. В нем приняли участие старшеклассники из 15 регионов Рязанской области, а также активисты российского движения школьников. На открытие побывала наша съемочная группа. Мы поможем сделать наш город лучше! Несмотря на свой юный возраст, эти ребята уже понимают, насколько остро сегодня стоит проблема с экологической ситуацией в мире, стране, а также в нашем регионе. На протяжении всего года они работают в специальных отрядах, организованных при школах и других детских учреждениях, внося свой вклад в улучшение экологической обстановки. Мы хотим сделать так, чтобы наш город был намного чище, чтобы воздух здесь был не загрязненный, чтобы каждый мог заниматься спортом и знать, что город у нас чистый и никаких экологических проблем в нем нет. Экологический слет стал уже традиционным мероприятием. В его рамках обычно ребята соревновались в проведении исследований по различным направлениям. Но в этом году формат экологического слета был расширен. В его программу вошла работа четырех площадок – агрошкола, исследователи природы, инновации в деятельности школьных лесничеств, а также сознание и действия результат, работа которой направлена на развитие экологического волонтерства в Рязанской области. Основная цель – это собрать все инициативы в области охраны природы, экологии, природопользования, поддержать инициативы ребят, увлечь их, обменяться опытом и транслировать самый лучший опыт в этой сфере, на всю область, соответственно, чтобы у нас экологическое движение школьников расширялось. Более 150 старшеклассников приехали на экологический слет из 15 муниципальных образований Рязани. В этом году впервые в числе участников ребята из российского движения школьников, которые также уделяют большое внимание проблемам экологии. В движении гражданская активность, куда оно вмещает себя в добровольчество и волонтерство, в этом году, так как год экологии, у нас очень активно развивается именно экологическое направление. У нас создаются экологические отряды, где они до этого не были созданы. Где были созданы, там, естественно, проходит огромное количество проектов и конкурсов для этих отрядов. Экологический слет начался с торжественного открытия, которому не помешала дождливая и прохладная погода. В церемонии приняли участие исполняющие обязанности министры природы пользования Рязанской области, ректор Агротехнологического университета. Юных экологов также поздравила министра образования Рязанской области Ольга Щетинкина. От имени Министерства образования Рязанской области я желаю успеха всем участникам слета и хочу пожелать, чтобы этот слет стал традицией Рязанской области. На торжественной церемонии также подвели итоги деятельности профориентационного проекта «Агрошкола». Более чем 40 школьникам вручили сертификаты о прохождении обучения, а лучшим выпускникам школы выделили целевые направления на обучение в Агротехнологический университет имени Костачева. Работа экологического слета началась с ярмарки социальных проектов, на которые ребята рассказали о своих достижениях. Так, например, представители Ключанской средней школы Кораблинского района поведали нам о своем собственном хозяйстве, которое еще в 80-е годы организовали школьники на пяти гектарах школьной земли. Что является основной составляющей моего проекта, так это выращивание самими школьниками для своей школьной столовой, овощей. Также мы их реализуем не только для учеников, но и воспитанников детского сада. Излишки, которые у нас остаются, мы продаем нашему населению. Выращенные средства мы отдаем в школу. Зарабатывают школьники на сельскохозяйственное оборудование и семена путем реализации продукции собственного школьного розария. Свой вклад в эту серьезную работу вносят все учащиеся, начиная с первого класса. Вот такой реально существующий проект, приносящий реальную пользу. По завершении работы площадок все участники слета получили сертификаты, а победителей и призеров наградили дипломами и памятными подарками. Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Праздник это и для тех, кто с нетерпением ждет возможности увидеть в экспозициях любимых музеев что-то новое, особенное, доселе невиданное. Художественный музей, музей-усадьба Константинова, музей-усадьба Академика Павлова, историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль, музей истории молодежного движения и музей истории ВДВ. В нашем городе по-своему популярен и любим каждый из них. У каждого свои особенности и свои экспозиции. Но одна суть. Через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности. Например, таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. В 2009 году тема Международного дня музеев была определена словами музеи и туризм. В 2010 году темой дня стали слова «Музей во имя социальной гармонии». В 2011 музей «Память». В 2012 когда Международный день музеев отмечал свое 35-летие, темой дня стало «Музей в меняющемся мире. Новые вызовы, новое вдохновение». В 2013 год был обозначен темой музеи «Память, креативность, социальные изменения». Слоганом 2014 года стали слова «Музейные коллекции объединяют», а в 2015 «Музей и устойчивое развитие общества». В прошлом году «Музей и культурные ландшафты». Темой дня музеев в 2017 году стала «Музей и спорная история». Говорим о сложном в музеях. Мы очень рады, что 40 лет назад появилась в Европе такая идея отмечать Международный день музеев. Потому что действительно музеи это часть нашей истории, культуры, часть нашей жизни вообще. Отсюда очень много для воспитания и красотой, и искусством, и многими другими явлениями нашей жизни. Прежде всего просветительские функции, эстетические. Ну а в нашем городе и в нашем музее это событие всегда отмечается очень радостно, но прежде всего, конечно же, поздравляют нас коллеги из других городов. В сам же праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. Нередко к этому важному культурному событию приурочено проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых Ночь музеев, ставший в последние годы очень популярным. Как правило, Ночь музеев, предлагаемый вниманию посетителей экспозиции, оживляет живая музыка, танцы эпохи, которую представляет экспозиция и прочие элементы, призванные погрузить гостя в антураж времени выставки. Он проводится во многих городах мира и, как правило, в ночь субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая. В нашем городе Ночь музеев пройдет уже завтра. Весной на Розину возвращается огромное количество самых разнообразных птиц. Однако в мае этого года все внимание приковано к хищникам, которые не улетали на зимовку. О нашествии сов расскажет Наталья Новикова. Я тебе скажу что-то очень важное. Совы не то, чем они кажутся. Знает об этом любой поклонник культового сериала Твин Пикс. На днях на радость фанатам, да и просто любителям таинственной атмосферы и загадочных происшествий выходит новый сезон сериала целых 25 лет спустя. Кто знает, может быть, именно поэтому совы стали появляться в самых неожиданных местах. Наш город не стал исключением. Их видят повсюду, а в соцсетях активно обсуждают появление этих ночных хищников. Сова над Рязанью. Горожане сообщают о пернатах. В Дашковой песочне в Рязани поселилась сова. В Рязанском парке сфотографировали двух совят, гласят заголовки интернет-ресурсов. Рязанцы все чаще стали публиковать фотографии сов в городе. Пернатах видели на деревьях и в центре города. Был случай, когда сову обнаружили на чердаке жилого дома. На этой неделе жители города обнаружили сразу нескольких пернаток. В группе новости Рязани ВКонтакте девушка рассказала, что обнаружила маленького совенка. Он сидел в кустах и издавал громкие звуки. Многие пользователи социальной сети тут же активно подключились к обсуждению этой новости. Решили, что в парке живет сова и, наверное, это ее малыш. Возможно, он учится летать, поэтому трогать его не нужно. Позже в парке сфотографировали еще двух совят. Они сидели на кустах на входе в ЦПКО и, видимо, также учились летать. Еще одну сову обнаружил крановщик. Птица села прямо на его кран. Мужчина сделал снимок пернатой. Выяснилось, что это довольно редкая истребиная сова. Таежная птица. В Рязанской области их видели всего четыре раза. В России эти птицы встречаются на побережье Охудского моря, на Камчатке, в Магаданской области, на Чукотке, а также от юга Алтая до южного Забайкалья и Приморья. К нам залетают чрезвычайно редко, как правило, в конце осени или зимой. Встретить ее весной, да еще и на окраине города действительно чудо. В общем, что-то происходит и вне зависимости от того, как вы относитесь Наверняка эти красивые хищники не просто так облюбовали наш город. На этом у меня все. Желаю вам хорошего продолжения вечера. До встречи. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да. Всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа доступной ипотеки от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok